Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Артём, и сегодня мы с вами рассмотрим очередного представителя чешских оружейных комплексов Battlefield 4. И этим представителем является один из самых диких слов в игре. Это ЧЗ-3.1. ЧЗ-3.1, или как он называется в реальности, Скорпион Эва-3. Это пистолет-пулемёт, сконструированный с Волакии, под названием Лауга, производимый в Чехии, той же самой компании, что и производит штурмовую винтовку ЧЗ-805. Название её вы видите сейчас на экранах, которое прочитать я не в силах, потому что читать по-чешски я не умею и не буду. Изначально пистолет-пулемёт был разработан в Словакии под названием Лауга, но во второй половине 2000-х годов эта чешская компания, название которой прочитать не в силах, приобрала права на данную конструкцию. В 2009 году Скорпион Эва-3 был представлен широкой общественности, а серия выпускаться началась с 2010 года. Скорпион Эва-3 работает по привычной схеме со свободным затвором. Стрельба ведётся с закрытого затвора. Может вести огонь одиночными выстрелами, очередями с отсечкой по 3 патрона и непрерывными очередями. Магазин прозрачный, из ударопрочного пластика, на 20 или 30 патронов. Рассмотрим очередного бешеного Чеха в Battlefield 4. ЧЗ-3А1 это пистолет-пулемёт, доступный только инженеру, открываемый предпоследним в классе. Впервые появился в серии игр Battlefield. На него можно ставить любые принадлежности по ДВ, в том числе рукоятку. Его умеренно высокая мощность в сочетании с хорошей точностью и чрезвычайно высокой скорострельностью делает его первоклассным в своём классе. Благодаря своей скорострельности боеприпасы расходуются очень быстро, поэтому специализация нападения может оказаться очень полезной. Теперь рассмотрим характеристики этого ствола. Максимальный урон 25, минимальный урон 12,1, начало падения урона 8 метров, конец падения урона 55 метров, скорострельность 1000 выстрелов в минуту, очень высокая скорострельность. Начальная скорость полёта пули 370 метров на секунду, начальная скорость полёта пули при использовании глушителя 190 метров на секунду, скорость падения пули 15 метров на секунду в квадрате. Размер обоймы 31 патрон Перезарядка Перезаряжается пустым за 2,4 секунды Перезаряжается с остатком патронов в магазине за 1,9 секунды Перезарядка у него идеальная Отдача Вертикальная отдача 0,4 Отдача влево 0,3 И отдача вправо 0,55 Вот с отдачей у него как раз таки дела обстоят похуже А вот лично мне бегать через это очень доставляет Потому что я люблю рашить и вступать в перестрелки с врагом на близких и очень близких дистанциях Поэтому ЧЗСО скоросстрельностью и быстрой перезарядкой отлично подходит для такого стиля игры Тем не менее он имеет сильную отдачу вверх и вправо И очень резкую отдачу при первом выстреле Что до модулей, то рекомендую следующее Прицел, коллиматор и только он Аксессуар ЛЦУ, чтобы уменьшить достаточно сильный разброс Ствол Компенсатор или дульный тормоз Которые помогут контролировать отдачу в целом Не рекомендую использовать утолщенный ствол Так как он существенно увеличивает и без того высокую отдачу Рукоять Накладная или складная Которая уменьшит отдачу после первого выстрела Данный набор модулей является одним из самых актуальных и лучших Поэтому открывайте ЧЗ Открывайте эти модули Ставьте их и просто бегайте и наказывайте врагов На этом мой гайд подходит к концу Спасибо, что смотрели Подписывайтесь, ставьте лайки Вступайте в группу ВК Пишите стволы, на которые делать гайды Пишите, что вообще вы хотите видеть на канале в целом Почем мне делать видео, ролики Там, не знаю Пишите, в общем, ваше предложение А на этом, в принципе, все Всем удачи, спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok